ТОКИО Ни один иностранец не поднимался так высоко. На родине его прозвали «Карате-пацан». Привет, эта программа «Всё включено». Сегодня я нахожусь в спортклубе «Сёйкен», где воспитали абсолютного чемпиона Японии по каратэ-кюкосинкай. Да-да, российского чемпиона Японии Тайрелла Николаишвили. Тайрелл, привет. Здравствуйте. Тайрелл Николаишвили, «Чёрный пояс», «Первый дан», «Чемпион Украины», «Чемпион Армении», «Чемпион России», «Чемпион Японии», «Чемпион Европы». Безжалостный в бою, тихий и спокойный дома. Съемочную группу программы «Всё включено» семья Тайрелла встретила хлебом и сыром, точнее хачапури и вином. Спасибо. Тайрелл, кто с нами сейчас сидит за столом? Представь, пожалуйста. Это моя мама Манана, отец Гелла, брат Георгий и сестрёнка Гуанца. Тайрелл, почему ты начал заниматься именно каратэ, а не каким-то другим видом спорта? Это, наверное, лучше у отца спросить, потому что… Да, почему именно каратэ? А почему вот не какой-то другой вид спорта? Вообще-то мечта моя была вот это самое, заниматься каратэ. Я сам дома тренировался, ну, в основном разбивание этими, черепети там все такое, вот это самое. Ариэлу тогда пять лет всего меня. Пять лет вообще занимался? Да. С пяти лет. Начинал с пяти лет. Со мной работал один армянин тоже. Он мне сказал, что вот у меня есть друг хороший, Карен Лёвич. Хорошим другом оказался Карен Гедукян, заслуженный тренер России. Именно он увидел в глазах маленького Дато большое желание учиться искусству каратэ Киокусинкай. Карен пришёл ко мне, ему было 11. Он начал заниматься с 2002 года, с 1 октября. И вот он занимается уже, получается, у нас 8 лет. Сейчас 9-й год пойдёт. Киокушинкай – контактный стиль каратэ, созданный в 50-е годы нашего столетия Масутаци Аямой. В переводе слово «киокушинкай» обозначает общество абсолютной истины, познать истинный путь, а не научиться драться. Вот что стараются делать последователи великого сэнсея, в том числе и наш каратэ-пацан. Ты, скажи, а вот мама не была против того, что ты начал заниматься каратэ? Я не могу смотреть, когда его бьёт и когда он кого-то бьёт. И я ни разу не ходила на его соревнованиях. Ни разу. Не могу, и всё. Скажи, вот получается, что ты ещё даже не пошёл в школу, а уже начал серьёзно заниматься каратэ. В школе это каким-то образом помогло? Или, ну, то есть там, хулиганы какие-то? Или, может быть, сам немножко хулигаем? Не, хулигать не хулиганил, но на самом деле я человек спокойный. Он принёс эти оценки, и я смотрю, там у него тройка в физкультуре. Уже он чемпион России, это самое, вот медали всё вот так у меня. Думаю, что тут у тебя такое, тройка в физкультуре? Какие ты нормативы не можешь сдавать, чтобы у тебя тройку написать? Сумка положим, вот эти кубки всё. Нет, ты искусствуешь? И идут к физкультуре, да, ну, к директору. Сразу к директору поживёт. А он на меня смотрит туда, а что случилось? Я говорю, нет, вот отец этого тарела, я хочу вам это... А вы хотите нам оставить? Нет, оставить не могу, это моё, но просто хочу разобраться, почему вот тройку написали, вот тарел, вот, вызовет этого физрука, вот, пускай он мне хотя бы объяснит, какие нормативы он мне сдаёт. Не бегает, не подтягивается или что-то такое. Ну, оказывается, он там пошалит что-то там. В 11 лет тарел впервые вкусил радость победы. С этого момента и начала собираться коллекция медалей и кубков. Младший брат, Георгий, равняется на золотой пример. Занимаясь армрестлингом, он частенько пополняет семейную копилку своими наградами. Имея двух крепких защитников, сестра предпочла серьёзно заняться другим искусством. Скажи, пожалуйста, вот твоя последняя победа на чемпионате в Японии. Как отнеслась японская публика к тому, что спортсмен из России приехал и победил в исконно японском виде спорта? На самом деле публика отнеслась сначала, как бы они всё время, ну, понятное дело, за своих болеют, как в любой стране. И болеют дико, кричат, орут, но потихоньку уже, ближе к полуфиналу, они и меня поддерживали. И в конце, когда я победил, они аплодировали и мне, и японцу. Тарьел поскромничал. Одолев в финальном поединке японского бойца, он одновременно отправил в нокаут весь зрительский зал. Несказанно радовалась только российская делегация, с золотыми буквами вписав себя в историю Кио Кусинкая. Я хотел, чтобы у меня был чемпион России. То есть я себе ставил цель, и мы шли к этой цели. Вот у меня есть чемпион России, у меня есть чемпион Европы, у меня есть чемпион уже Японии. Вот дальнейшая цель следующая – это чемпионат мира. Хочу, чтобы он был чемпионом мира. Вот финальный бой закончился, а радость там минут 10-15, вот просто вот эйфория такая. Ты думаешь, вот это класс, вот это жизнь, вот это класс. А потом раз заканчивается, я понимаю, что все, выиграли, все, молодец. Теперь дальше. Ну, вы поняли, что после столь теплого приема нужно сбрасывать все те вещи, которые мы наели и напили. Я могу поучаствовать с вами каким-то образом? Лучше не надо. Мы вам покажем, вы посмотрите. Если понравится, в следующий раз придете. Ну, я, в принципе, абсолютно согласен, абсолютно чемпион Японии. Уж если родоначальники карате боятся этого человека, то я уж точно воздержусь с ними проводить тренировку. Сейчас будем проводить разминку. Это уже не беговая разминка, чуть-чуть другая. То есть это имитация боя, называется «Бой с тенью». В Кио Косинкае самым опасным ударом считается тот, который наработан. У нашего чемпиона любимым является удар ногой в колено. Сейчас покажем несколько ударов, которые используются во время его. Первый из них – это «Май Герри Чудан». «Май Герри Чудан». Сейчас покажем следующий удар Хизагири Джудан. Это удар коленом в голову. Сейчас мы покажем удар, который называется лоу-кик. Один из моих любимых ударов, который наносится в нижнюю часть ноги сбоку. Ну, как говорится, язык мой враг мой. Я сказал, что это выглядит достаточно легко. Мне вручили вот эту штуку, я не знаю, как она называется. И сказали, что попробуй-ка, ты ее подержи, а он ударит. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Так, значит, как я понимаю, надо чуть-чуть податься вперед. То есть на удар, чуть-чуть пойти на удар. И чуть-чуть, соответственно, в бок ее. Прощайте, мои ножики. Ой-ой-ой, подожди. Не попал ни туда. Можно остаться без колен, без ноги, инвалидом. Не знаю, можно много чего. Я даже не представляю, вот если получить такой удар без нее, без нее, то есть у меня бы ноги бы согнулись бы и стали такие вот. Они так в бок так, хоп. И я бы всю жизнь вот так ходил потом после этого. Для отработки ударов используются мешки. Но поудобнее и попрактичнее. Есть приспособление, специально одевается на человека, рыцарь. То есть он повторяет форму тела человека и намного практичнее. Сейчас закончилась обычная тренировка. Основная, то есть сейчас пойдем играть в футбол на второй этаж. Как и следовало ожидать, футбол – это только название. Скорее, это игра в мяч, в кимоно, босиком и без вратарей. Как мне объяснили правила этого футбола, их здесь нет. Мяч не уходит за территорию поля, стены играют за игроков. Можно толкаться, пихаться. Одно единственное. Бить можно только добежав до белой линии около ворот. Все это делается для того, чтобы игроки больше уставали. Какой-то странный по мне футбол, потому что здесь еще вдобавок к всему нет и вратарей. Ну что, удачи вам! Истину – главное учение Кио Кусинкая. Скорее всего, 19-летний Тарел Николаишвили истину еще не познал. Но он совершенно точно на правильном жизненном пути.